Это жесть какая-то, я н mieхрена сейчас не понимаю Короче, позвонила мамка и сказала что то с Лерой произошло Я не понимаю что с ней могло произошло, но она, короче, мамка почти на максимальной паники Что то с ней так произошло. А то все ещё нам попросила просто купить костыли куда ты их, я даже не понимаю нихрена Что то, что это, что то нельзя поговорить Воздух нигде frei Сейчас, короче, надо отвезти костыли для Леры. Я не знаю, что с ней произошло. Мамка сказала, что вообще там, короче, типа, жесть полная произошла. А Леру, короче, машину сбила. Я ни хрена не понимаю, как сбила, где сбила. Она мне ничего не объяснила. Мамка вообще, она лютая, просто паника. Она просто там реально на нервах, она там не плачет. Лера там орёт. Короче, это максимально... Не планирую сегодня ничего сейчас снимать. Просто экстренное включение. Я не знаю, какие дали этого варианта. Зачем ей костыли, я не понимаю. Слушай, хватит паниковать. Если бы было что-то серьёзное, тебе Мама бы сразу сказала. Она не может уже сказать, она плакала. Погнали, давай не будем. Точно на Бекерскую нам? Да, да, да. Ты просто... Просто как могло что-то случиться? Да возьми себя в руки. Да я машину сбила, да как? Руки себя взять. Если бы маленький ребёнок, ты вспомни там. Маленьких рук и ребёнок. Слушай, давай сейчас представим просто. Бекерская у нас что? Детская больница с травматологом. Травпункт. Если бы что-то серьёзное было, это реанимация. Это вообще шестая городская взрослая. Если она там вся переломанная, то это тоже... Не будет здесь. Да почему ты так мыслишь, как у тебя так просто? Да я пытаюсь тебя успокоить. Успокойся, Макс, я тебе серьёзно говорю. Я просто... Она мне ничего очень... Я вообще нихрена не понимаю, что где сбила, где сбила. Всё, что она смогла сказать, это тоже нужны костыли. Я так понял, потому что отец Лера не может... Я попробую, чтобы позвонить ей. Ты сейчас звонил несколько раз. Да успокойся, что ли, а? Максим, ты где? Я еду, а где? Максим, ну быстрей, ну пожалуйста, мы уже замёрзли. Я не знаю, что делать. Она вообще-то прям плачет. Она уже, я не знаю, как её успокоить. Ужасно просто. Я еду, я костыли забирал. Она полная плачет. Быстрей, Максим, пожалуйста. Я не понял, они даже, они даже ещё не в больнице, что ли? Почему она замёрзла, почему они не в больнице? Почему её скорой не забрала? Как понять, мы замёрзли? Это что за бред? Как они не могли замёрзнуть в больнице? Их же не могли выгнать оттуда, их же не могли не пустить, Кирилл. Да я откуда-то... Да я не был в больнице никогда, ничего себе не ломал. Максим, давай уже закругляйся. Недолго мы тебе ещё ждать? Нет. Короче, прикол в том, что у Игорька сегодня день рождения. А пока он спал, я зашёл в ГТА. И пока я не могу выйти, я, короче, себе кейсы закупал. Идём, покажем. У меня сейчас уже куча скинов. Уже есть вот такие всякие приблуды, типа маски. Которая, по сути, ну, супер странная у меня тут. Вот. Но сейчас речь не об этом. Как вы помните, тогда я пробомбился. То, что мне толком ничего не выпало. Давайте попробуем открыть и посмотреть, что выпадет сейчас из этой египетской силы. Так, открываем первый. У меня попал Hotline Miami. Понятно, это полное говно, по сути. Открываем следующий. Походу, сегодня мой день. Потому что сегодня мой день. Ты нажми на кнопку открыть кейс. Давай. Бумно. Ну, тоже говно. А, да? Да. Давай ещё. Ну, это чуть-чуть. Ну, у меня это вообще топ. Ну, как сказать. Типа тут, смотри. Они идут в таком в разряде. Вот, типа, говнеца. Потом японка. Lexus LX 570. Маск Мумия. И вот секретный предмет. Я больше хотел посмотреть секретный предмет. У меня вообще вот из этого вообще ничего не выпадало. И не выпадает. О, маска Мумия. Три ляма. О, огонь. По сути, её продаём. С неё бабосики сразу нам. Судите, Саня, повезло, не повезло. По крайней мере, 6 миллионов я сейчас залутал. Ну, суммарно, наверное, там, вроде 7, если со всего считать. Просто с дух Маск Мумия 6 лямов вышло. Я планирую возвращать свой дом. Оказывается, я идиот. И когда у меня забрали базу, а мне, оказывается, как мне объяснили, половину суммы мне вернули. Надо было просто прописать команду. И половину суммы возвращает. Сейчас у меня на счету лежит 750 миллионов ещё. К этим 482 миллионам. И остальное я, короче, планирую грабануть банк. Короче, что-нибудь придумаю, но базу мы обязательно вернём. Ребят, кто не понимает, о чём речь, это игра Радмир. На телефоне Хасл, вот такой вот значок. Вы можете залететь ко мне сюда, на 16 сервак. Я играю именно на 16 серваке. И всех я беру свою банду. То есть вы можете со мной спокойно взаимодействовать. Я не убегаю, от вас тут ничего. То есть кто со мной общается, я с теми контактирую. И спокойно можем вместе играть. Ну и адекватно всех набираю свою банду. Только надо именно на 16 сервак. И вводите мой промокод, он перед вами на экране. По нему получите ништяки, которые вам помогут стартануть в начале игры. То есть денег вам дадут. То есть вы уже не бомжик будете. Поэтому залетайте по ссылке в описании. Также присоединяйтесь в мою беседу ВКонтакте. Там мы общаемся строго по игре, обсуждаем, помогаем друг другу в первую очередь. Ссылка тоже будет в описании. Ну и плюс этого проекта, то что играть можно на iOS, можно играть на Android, можно играть на компе. Кому как удобно. Блин, мне очень что-то за неё стрёмно. Я здесь прям переживаю. Она никогда себе ничего не ломала. Всегда всё там никогда не ломала, да? Ну, ушибы просто максимум. Да ну все же ломают. Да я ничего себе не ломал. Я ломал. Я переживаю. Будь у тебя ребёнок свой. Понятно, от него ребёнка. Это странно. Типа у меня переживание. Само собой с ним. Да, да, да. Здесь стоят. Тормози, 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 тормози. Костыли. Костыли, стой. Стой. Что? Костыли. Сейчас я выйду и припаркую. Максим, Максим. Тихо, 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 тихо. Что, нормально всё? А вас что ж на мороз-то выбросили? Нас не выбросили, Максим. Я сама не смею. Вер, ты как, ты как? Болит. Сильно болит? Да. Ужас, всю ногу перемотали. Что там, колено у неё? Нет, там в двух местах у неё перелом. Закрытый, открытый? Закрытый. Осторожно, ты идёшь. Потом ушибы у неё везде, по всему телу. Жесть. Ужас какой-то. Вер, что? Ты для этого, Костыли? Я так понимаю, что с ногой. А ты что мне не сказала, что по сути вот перелом ты не сказала? Я сейчас сама упаду. Не буду. Не буду, я буду прыгать. Они настроены. Кирилл, посмотри, чтобы они настроены были именно вот под её рост. Или это вот максимально, да, доступный? Нет, сейчас я посмотрю. Вер, тебе придётся всё равно. Тебе придётся всё равно. Машину я сбила и уехала. Тебе придётся всё равно, потому что сейчас какое-то время, тебе надо будет к ним привыкнуть и на них чуть-чуть походить. Не переживай, всё будет хорошо. Я не знаю, что я подростковый, я не знаю. Как, а где идут? Виновник, чтобы сразу сейчас с ним ехать оформлять тогда ДТП. Мы не знаем, кто виновник. В смысле? Я вышла из дома, уже никого не было. Пока у неё там люди сидели, просто прохожие. Её просто бросили, что ли? Да. Её, походу, сбила машина, и он уехал. Сильно болит? Да. А что у неё там ещё что-нибудь ещё, кроме ноги, есть? Ну вот её осмотрели, она вся в синяках, вот она как грохнула встанно. А ты что меня так напугал? Ты что мне не сказал, что предыскала? Леру сбил машину? Какие у меня мысли? Я сразу просто сбил машину. Сказали, у меня сама голова кроет, что я не так в себя прийти не могу, вообще сама упаду. А тебе кто сказал? Мне соседка позвонила, она из окна увидела, что Леру сбила машину, что Лера валяется там. Ты скорую сразу, да? Нету, я не поняла, я выбежала сначала Леру, побежала смотреть. Привыкай, Лер почистил. Нашла её, мы такси вызвали, пока дождёшь эту скорую. Что-то я не понял по поводу водителя, то есть он... Водителей не было уже. Он просто, то есть он её сбил и уехал просто? Да, получается так. Ну это уголовка. Да, уголовка, ты найди ещё попробуй его. Надо в полицию сейчас ехать. А в полицию звонили, нет? Какая машина была? Я ещё пока никуда не звонила. Цвет, цвет машины, номер. Я не знаю, я просто шла, и меня как будто кто-то толкнул, я упала, больно. Она в спину, короче, наехала походу. Что, наверное, потихонечку машина, чтобы не мерзла, наверное. Нет, у вас куда сейчас, в больницу? Нет, домой, всё, да, домой. Да, все, куда надо заехать с пути? Всё, дома есть, что там. А что, я не понял, сразу её не будут класть в больницу, ничего там? Нет, сейчас не кладут. В двух местах у неё трещины. То есть закрыты? И так это ссадины, да. А про смещение, не смещение, что говорили, нет? Нет, сказали, смещения нет, слава богу, иначе бы, наверное, нас положили бы. Ты придётся привыкать, видимо, к ним. Макс, слушай, но то, что без смещения и так далее, это уже хотя бы не надо не операции. Да у меня эмоций больше была, звонка. Сейчас приём на операцию, сейчас сразу. Можешь аккуратненько сесть? Осторожно только с ногой. Давай сейчас к стыле, да, в прямое. Прямо осторожно, осторожно с ногой. Ай, осторожно. Вы чё же, вы дождались бы внутри, пока я подъеду? Мы костыли забирали, это ж не так всё быстро. Да там тоже холодно в больнице самой, там ещё не топят. Очень больно было. Первый раз, да, это что-то ломаешь, не конечно раньше. А как всё получилось, что ты не увидела, что машину дорогу перебегала или чё? Я просто шла и у меня как будто кто-то толкнул, больно, я упала и ничего. Подожди, ты дорогу перебегала? Да. Да нет, там не тоже дорога, там и машина ездит, и люди ходят, уже вот как в дом подходили. А, придаворовая тебя? Там вот актуара толком нет, и дороги нет, там все подряд и ходят, и ездят к магазинам. Слушай, надо что-то решать с этим с водителя. Давай сейчас сначала, как сейчас не водить, да, сначала с ней решим, как вообще ты себя чувствуешь? Боли. А безболище тебе сделали какой-нибудь? Болище сделали. Я вот боюсь, как бы у неё там голова ещё не болела, она же как упала. Там не осмотрели, Розе? Осмотрели, но сейчас вот она всё у неё в ноге, у неё стресс, шок, а потом-то, да, вот это всё проходит, начинаются уже другие места болеть. У меня после аварии. От начала одно, а когда отходняк начинается уже, понимаешь, что и там болит, и здесь болит. Ты никогда раньше ничего не ломала? Да, первый раз. Странно, они тоже. А там очередь большая в больнице была? Ой, странно. Я понял, значит. Её могли сейчас, знаешь, осмотреть по-быстрому, если очень много людей. Почему сейчас больница тогда не начала разбираться? Нет, они посмотрели закрытые, открытые. Нет, я не веду то. Но насчёт того, как всё произошло? Нет, они, кстати, да, они должны сообщить в полицию. Они должны сообщить, потому что, помнишь, я про... Ой, ты палец тогда сломал большой на ноге, у тебя спрашивали, каким образом, там допрос был, а у вас не было получается? У нас был, у нас даже, когда мы в школе, её мальчик толкнул, она головой стукнулась и носом. Думали, перелом, я тоже её сюда возила, тоже там заключение мне дали, сказали, вот для полиции, если вдруг что-то, зафиксировали вот это всё. А сейчас должны всё на уши... Спрашивали, там учитель был, не было, это с этим строго. А как вы узнали про происшествие? Не соседи, позвонили. А, ну да. Я думаю, они тоже должны сообщить в полицию, просто мне сейчас как бы не до этого, меня всё трясёт. Да, понятное дело. Вера, не расстраивайся, по крайней мере, смотри, из плюсов тебе в школу ходить не надо будет. Месяц на костылях попрыгаешь, и всё происходит. Я в школу ходить буду, чем на этих костылях. Ну, тебе на костылях, чё, ты же по дому всё равно особо не ходишь. Ты лежишь в основном. Будешь лежать, играть так же. Главное, чтобы всё росло хорошо, всё было там нормально. У неё и так ноги постоянно болят, она жалуется, что у неё сейчас рост такой бурный. У неё постоянно ножки ломят. А это представляете, теперь ещё и перелом какой-то всё будет болеть. Ну, если по смещению, значит, всё должно нормально срастись. А вдруг она не заживёт? Ты чё, ты чё, Лер, ты чё, сейчас меньше месяца пройдёт, и всё сживёт. Месяц на костылях попрыгаешь. Меньше даже. Три недели, мне через три недели снимали гипс. Ну да, так что не переживай. Скоро всё заживёт. Будешь бегать, прыгать. Полиция. Она сначала боялась, горела. Ни её не отрежут, крови нет. Она и посмотрит, о неё боится. Её ей больно, она всё так, глаза закрыла. Говорит, мам, посмотри, крови нет, всё нормально там. Ну, да, она такой грустный гипс не видела. Давно я тебе такой грустный гипс не видел. А гипс, тебе разве больно гипс накладывают? Не знаю. Да она вообще у неё вся болела, там непонятно уже от гипса это или просто она болела. Там же когда осматривают, они щупают ногу где-то. Ой, не страшно. Она так-то болит, ещё щупает. Я вот вообще не понимаю, вот как так вот можно... Ребёнка сбил и уехал. Это каким надо быть подонком. Испугался свою жопу, свою шкуру. Нет, ну чё, она же не насмерть, он её понимает, что не насмерть он её сбил. Ну может у неё прав, нет, может он пьяный был, что угодно может быть. Какое-нибудь опьянение. Пошмар какой-то. Слушайте, а вы не думали... Сейчас полгорода уродов таких. А вы не думали, что он мог не заметить? Ну вот просто, представим, он её толкнул в спину. Получается, а вдруг он на слепой зоне у него оказался. Я его сейчас не оправдываю, но такое может же быть. Ну, задом если разворачивался, например. Он мне не целенаправленно, допустим. А чё, если вообще никаких нет? Ну там шли какие-то всякие бабки туда-сюда, кто больно смотрел, что на неё. А кто позвонил? Уже соседка из окна позвонила, увидела. А, у тебя не управляет? Она всё время в окне, она всё в курсе всех событий. Не надо его управляться, потому что она сейчас зафиксирована, что-то заживало. Ну чё, сейчас я... Какой план? Отвезти их домой сейчас надо. Потом уже обсудим. Ну, просто решать надо как-то. Ну, вопрос сейчас пока погорячим. Да, потом поговорим. Ну, просто сейчас смысл какой-то. А сколько примерно это время назад произошло? Ну, вот сколько мы сейчас, наверное, в очереди сидели, да? А вы ещё... То есть у вас ещё не сразу... А там таких, как мы, знаешь, сколько тоже там. Кто чё-то переломал, кто-то со сломанным носом сидит. Кто-то свои... Чё, пошлите. Готово? Болит, я поднимаю, всё прекрасно. Хоть я себе ничего особого не ломал. Хотя как, я тоже навалит. У меня от колена, только я вообще прям инвалид. Блин, помогею. Боюсь. Гульерт, всё заживёт, а у меня коленка. Навсегда осталось. Вайлера упал, Най. Он прям грустный. Ну, конечно. Теперь бегать, прыгать не сможет. А когда бегло-прыгал? Ну, да, я тебе когда-то и говорю, ты же сам берлоку подай. Тебя в телефоне лежит. Ну, да. И, Настя, меня больше не будешь дома, да? Не будешь там? А теперь поджопник к Максу не отвесишь. А я отвешу. А прикинь, есть же очень легко. Я поджопник отвесил, но на одной ноге не устоит. И вылетит. Не догонит. Не грусти. Так, всё. Погнали домой. Позпроводим и дальше пойдём там. По некоторым делам. Видишь, что приноравил? Смотри, уже летаешь на костылях. Короче, сразу объясню. Мы решили в итоге разобраться с этим маком, который просто сбил мою сестру и свалил. Мы думали, что изначально действия происходили здесь. Но в итоге мамка позвонила и объяснила, что оказывается, Леру сбила машина вообще в другое, в той стороне. А мы тут камеру высмотрим. Вот камеру нашли уже. Какие-то мне обращаться. Она снимается вообще в пол просто. Вот. Оказывается, всё сбили с другой стороны, а люди уже помогли ей добраться до этого крыльца. Поэтому сейчас пойдём выбираться уже там как раз. Разбираться совсем. Вот какая-то такая суета получается. Я, естественно, это просто так вставлять не буду, потому что чел просто сбил ребёнка и просто свалил, прикрил свою жопу. То есть он надеялся, что ему сойдёт цвет в рук. Кирилл. Чё? И чё? И чё? Чё, камеру видишь? Я сам подойду. Здравствуйте. Извините, а вы здесь работаете? Да. Такой вопрос. Я просто смотрю, что вы из охраны. Тут, короче, инцидент произошёл сегодня. В общем, маленький ребёнок, мою сестру, какой-то, идиот, не представляю себе, это слово, сбил и просто скрылся с места преступления. Вот где-то вот здесь вот он сбил. Я смотрю, камера здесь есть. Вон камера висит, допустим. Мы хотели получить видеозапись для того, чтобы предоставить его в полицию, потому что, ну, полиция долго всём этим будет заниматься. Нет, но в видеозапись нет. Видеозапись нет? Мне не представляется, где в видеозапись училась. Ну, поймите меня правильно. Это как бы маленький ребёнок, который сбил человек. Это никуда дальше не пойдёт. Мы всё фиксируем просто, потому что... Это произошло сегодня, да. Произошло, по сути, преступление. Нам с тобой, если что, в полицию подать. Слушай, меня можно не снимать, пожалуйста? Ну ладно, могу не снимать. Меня, Та, снимай, Кирилл просто. Просто меня снимает. Короче, всё в том, что ребёнок с переломами, с множествами, покалечен, а человек просто взял и скрылся с места ДТП. Ребёнок, соответственно, не помнит модель машины, цвета машины, потому что она вообще его не видела, он просто скрылся. Нам нужно просто получить эту запись. У вас зажигалка упала. Спасибо. Ну, в любом случае, ребят, камеру я видел, с камерой я могу предоставить, потому что это... Ну, может, через начальство, через два шкафа. Через начальство, да. Но его сегодня нет, и вряд ли даже через начальство. Там просто очень срочно, пожалуйста. Вдруг он вообще скроет, вдруг он вообще не местный, кто знает. Всё это делается через полицию. Ну, это, вы понимаете, это время. Это заявление, потом запрос. Его рассмотрят, когда ещё. То есть, там прикол в том, что даже запись может пройти, она не сохранится за то время, когда полиция к вам обратится. Мы просто по-человечески просим. Мы по-человечески просим, пойми, дружище, потому что мою сестру просто тачку сбила. Стоишь, тут просто руки сложу. Ты охранник или нет? Макс, ладно, привет. Ну, ёб ты, выполняй свои обязанности. Ладно, Макс, пойдём, пойдём, пойдём. Да чё пойдём? Не может, не может. Слушай, маленький ребёнок, школьница, домой шла, его вбили. У тебя чё, у тебя дети есть? Макс, Макс, я тебя прекрасно понимаю. Макс, давай, давай. Через полицию, через полицию. Вы знаете, он как бот и всё, он запрограммировал, вбили в башку стандартный ответ. Вы не можете по-человечески как-то. Макс, погнали, успокойся. Максим, успокойся. Заходи. А чё твоё в рот? Нормально. Слушай, Овёд, да я понял, понял. Агрессией ты ничего не решишь. Пошли сейчас. В нём человеческую ноль. Я уверен, что он может достать записи. Я уверен, что он может её достать. Я прям на 100% уверен, он может её достать. Там на двери охраняются там каким-то этим. Может, туда позвонить? Слушай, давай забегу за него ещё раз. Нормально. Ты всегда эмоции свои не держишь. Я понимаю, сейчас на фоне ещё сестры сбитые и так далее. Ещё такие вот люди попадаются. Да говно они люди. Вот именно поэтому давай я поговорю с холодной головой с ним. Он по-любому колдырит. Может, он водки просто купит. Дать за воротник, чтобы он был и что, заложить. Давай. Ты уверен? Ты просто как варик. Я не знаю. Извинимся. Ой, наши почти. Я не извините. Пожалуйста, вот. Где мой магазин угол здесь? Ну, в перекрёстке, да. Давай я пока с ним. Сейчас немножко уже на спокойных тонах. Без тебя, пожалуйста, Макс, поговорю. Ты ещё внутрь сейчас к нему подойдёшь? Ну да, сейчас я схожу. Если он согласится, сейчас, может, выйдем. Ну, пошли с тобой сначала в магаз к себе сходим. Зачем время сейчас терять? Сейчас ты... Ну, Макс, ты будешь говорить, а пока вы там в очередях будут стоять, он уже уйдёт, да? И будешь ждать, скажешь, нет, постой, постой, сейчас у меня друг Тиводяра принесёт, да? Ну, погнали. Короче, Кирилл пошёл урегулировать вопрос этим мужичком. Мы уже сходили в перекрёсток, купили какой-то водки. Я в ней вообще не разбираюсь, потому что не пью. А если изредка пью, то это просто винишко чуть-чуть. И в редких случаях... Вот. Я думаю, что этот мужик, по-любому, колдерит. Обычно такие нехорошие люди, они только делают, что бухают. Оттого они такие злые, то, что у них ничего в жизни не задалось, и они просто отыграются на других. Ну, согласитесь, напишите вот в комментариях, как считать. Я считаю, что это вообще просто не по-человечески он поступил, и он мог пойти на встречу. Я уверен, что он может достать записи. И в итоге вот, ну, вот так вот по-свински просто объяснить. Сначала мы по-хорошему уже разговаривали, мы объяснили ситуацию, что так и так. Произошла вот такая неприятная ситуация. Маленького ребенка сбили. Ну, блин, если ко мне сказали, что ребенка там сбили, я... Вон они идут. Что, выйти? Вообще, родной брат этой девочки, поэтому все на эмоции. Вот. Да, в общем, извините, пожалуйста, так нагрубил. Просто ситуация такая. Тих-тих-тих-тих. Чуть вам отозунет на машину. Просто на нервах сильных. Вот. Все, ну, другое дело. Тоже бомоц-извинения, да. Все, спасибо. Ну, давайте, значит, что? Как поступим? Дам тебе сейчас свой телефон, запишешь там почту. Угу. Запиши свою почту. Угу. Ну, и где-то, наверное, через час-полтора, два, мы поднимем ролик. Угу. Угу. Нет, еще. Там... Пожалуйста, просто он реально у вас только надежды, потому что он просто сбил ребенка маленькую и свалил. То, что сестра сейчас просто переломная, плачет, и там обезболившись накололи. Все-все, правильно, ребят. Там, смотрите, там примерно с 12 до 2 надо будет смотреть. Сейчас до 2 примерно в этом промежутке. Уже запасом я... Как раз вот по той стороне она, получается, проходила. Вот. То есть арка... Что за машина без понятия? Как я понял? Я же правильно объясняю? Да, да, вот, и получается, за арка, скорее всего, она выходила, и потом ушла. Хорошо. И как она была примерно одета? Это не важно. Просто, не так важно, ну, просто сиреневая куртка длинная. Да и рюкзак, рюкзак, 10 лет ребенку. Рюкзак, какой рюкзак, не знаю, там, хоть рюкзак. Ну, хорошо, хорошо? У нас же со школы шла. Ну, да. Так. Все. Ну, хорошо. Все, пожалуйста. Ну, все, давайте, в общем-то, ребята. Спасибо, извиняюсь, еще с вами. Да, да, гонор просто. Да все нормально, ребят. Угу. Ну, так как, как и договорились, через полтора расчет. Хорошо, ага. Все. Все, пошел, мужчина. Короче, ребят, тема такая, он все-таки не обманул и реально скинул мне видеоматериал. Я уже его просмотрел, но там, я сейчас прикреплю, сейчас посмотрите. Как видите, просто сестра идет из арки, далее, когда она уже выходит почти за пределы действия камеры, дальше уже подлетает вот этот белый приора и сбивает ее, скорее всего сбивает. Тут точно вообще не прикопаться, то есть мы ничего не докажем. То есть, как видите, ну реально же Кирилл Абексин тут не прикопаться, не доказать, что тоже готово. Там даже не видно ничего. Ничего вообще не понятно. То есть, по сути, он не хрен... А-а-а. Что? Тут две записи. Может, с другого ракурса есть еще? Со второй, как все видно. В натуре видно? Покажешь? Сейчас, стой. Вот она идет, идет. Тут ракурс, вообще другое тут видно. Я только что смотрю. А там номер, может, сейчас... Если я номер разгляжу, я, собственно, ручь, ему горло перегрызу. Я тебе сейчас просто за пределами камеры покажу. Просто вот. Смотрит фрагмент. Да, нажимаю. Она... Ты... Она вызвал? Она пыталась? Она пыталась. Сейчас еще раз. Она видела... Она типа вот так стартанула. И там видно, он как будто... Сбрил ее на... Ну, что ты мне пока... Ты что мне не прикрепляешься? Прикрепли. Убираешь? Мне за это сейчас сразу... Типа несовершеннолетнего ребенка сбил тачку. Это же не ты же сделал. Это уровень контента топора там, кого-нибудь. Ну и что, какая разница? Это все равно... Ничего не будет у тебя с видосом прикрепить. Мне снесут, за этот ролик снесут 100%. Да не снесут, надо показать всем. Они посмотрят. Ребят, короче, вторую запись. То есть, первую посмотрели. Вторую я, к сожалению, не могу здесь прикрепить. Там прям отчетливо видно, как этот у***ть сбивает мою сестру. И в свой Телеграм-канал я тоже не стану рисковать это выкладывать. Короче, сделаем через Телеграм-бота просто, чтобы именно каждый мог сам посмотреть, но не мог особо это распространить. Ссылка, короче, будет, ребята, в описании Телеграм-бота. Туда заходите. И там этот видос будет полностью без цензуры. Видос просто реально жесткий. И, блядь, ответка будет еще гораздо более жесткая. Когда я найду этого га***она, я реально его... Ну, я придумаю, как его наказать. Я стопроцентно придумаю. Я не оставлю так, что мою сестру просто не то, что обидели. Ее чуть не сделали инвалидом. Вообще, что ее не раздавили. И просто это так я с рук не спущу. Все, короче, короче. Ну, короче, вы едете. Он реально целый день горит просто. Ну, поставьте лайк тогда, оставьте комментарий. Надеюсь, все будет хорошо.